Всем доброе утро! Сегодня свой день начала с того, что посоветую своих подписчиц. Решила спасти немного персиков. У меня сломалось еще несколько веток на дереве. Я все-таки решила часть плодов убрать и положить в пакеты вместе с бананами. Зрелыми бананами. Мне советовали еще с яблоками, но яблок у нас еще нет в зрелых. Поэтому я купила бананы и взяла два пакета бумажных. Нарезала. Я потеряла свою тропинку. А, вот она. Заросло здесь все, поэтому не найти. Нарезала. Ничего я не нарезала, а собрала. Собрала такие, которые поярче плоды, покрупнее. И положила в пакете. Надеюсь, что они все-таки созреют. Хотя, наверное, я так понимаю, не будут такими сладкими. Вот. А сейчас приду из леса. Сейчас я иду в лес за черникой. У меня сегодня будет очень насыщенный день. Я поеду сегодня в деревню. И буду вам все рассказывать и показывать. Так, а что же с черникой? Не вижу, чтобы ее тут так много было. Похоже, за черникой я поздно выбралась. Очень мало. Уже вижу, что здесь собирали. Обычно всегда очень много здесь. Ну, видно, люди основательно готовятся к зиме. Запасаются ягодами. Да, однако, поздно выбралась. Ну, все-таки кое-где есть кустики. Такие хорошие кустики. Вот. Ну, так, чтобы, знаете, вот все-все было усыпано. Такого нет. И комары, комары заедают. Живу в раю, как мне пишут. Но в раю с комарами. И еще такое все мокрое, сырое. Вчера же дождь был. Не просохло. Вот, набрала еще очень мало. Комары меня уже съели. Сегодня очень голубое небо. Так, черника еще в очень хорошем состоянии. Не расползается. Ну, потому что погода такая. Ночью было холодно-прихолодно. Я не знаю, наверное, градусов 8 было, не больше. Вот. И она еще такая тверденькая. Комары меня выгнали из леса. Это такие звери. Это такие маленькие звери. Это невозможно. Я вся покусанная. Это букетик. С черники. Я очень извиняюсь, но я сорвала несколько веточек. Я не вырвала их. Я их просто обломила. Набрала только половину ведерка. Ну, потому что эти монстры меня выгнали из леса. Повезу в деревню. Самое удивительное, что я из города. У нас это город. Вы не думайте, что я здесь в деревне живу. Я живу в городе. Повезу из города в деревню Чернику. Вот. Здесь где-то литр всего. Ну, тоже хорошо. Так. Вот это вроде и пылевые цветы. Ну, по крайней мере, они у нас по канам растут везде. Ну, так красиво. Такие красивые. Как трудятся. Все забываю эту розу заснять. Ну, честно, не моя. Соседская. Но она ее лелеяла. Она с ней нянчилась. И она выросла очень высокая. Красивая. Уже здесь перецвели. Я вижу, обрезала она. Очень высокая, красивая роза. Я бы такую не вырастила, конечно, если честно. Астры начинают цвести. Тоже большой куст. У нее такой красивый астр. Я вообще не сажала в этом году. И здесь тоже. Ну, а здесь, конечно, у нее просто... Райские цветы. Тоже уже такие немножко склонные к увяданию. Эти очень высокие, выше моего роста. Наверное, 2 метра. 2 метра выросли. Обещала показать, как сломались ветки. Вот эта еще не сломалась. Здесь не сломались. Так, эта самая первая сломалась. И еще с той стороны. Я уже собрала много персиков здесь. Поместила в бумажные пакеты. Так, где еще была сломана ветка? Еще где-то была. Ну, а вот еще здесь сломана ветка. Видите? Ой, это я уже много собрала. Не знаю. В общем, там веточка сломалась. Ну, вот так вот. Такая беда. Ну, буду надеяться, что все-таки они быстренько созреют. За эти пару дней я их все соберу и сварю варенье. Всем добрый день. У меня всегда в этом месте есть возможность начать свое видео. Или же продолжить. Потому что здесь всегда пробка. Я уже который раз здесь снимаю кусочек своего видео. Сейчас еду в деревню. Еду через город Добыло. Наверное, заезжать уже не буду. Кто хочет город Добыло посмотреть более подробно, Добыльский замок, заходите на мои предыдущие видео. Я снимаю. Каждый год я езжу в этот город, через этот город. Заеду только в супермаркет. Еду в гости, поэтому нужно что-то купить. Покажу живописную дорогу. Дорога идет на Каунтсемс. Небольшой такой поселок. Каунтсемс у меня тоже есть на канале. Лето в этом году у нас, я бы сказала, такое прохладное, дождливое. Жары было очень мало. И поэтому конец августа еще совсем-совсем не пахнет осенью. Это, конечно, большой плюс. Но, с другой стороны, я люблю, я люблю жаркое лето. Но, если будет жара, то, конечно, такой красоты уже не будет. А сейчас, посмотрите, ни одного листика желтого. И даже намека на это. Сейчас я выезжаю на Олеповскую трассу. Отсюда до Риги. 43 километра. Там вот есть такое придорожное кафе. Кстати, очень хорошее. Рекомендую. Солнце скрылось и похолодало до 19 градусов. А я вижу здесь кукурузное поле. Посмотрите, какое большое поле. Уже не видно за кустами. Ну вот, солнце скрылось и краски изменились. Вот оно. Вот оно. Кукурузка. Здесь ферма. Кукурузка. Сейчас подъедем в поселок. Ой, здесь очень много кукурузы насеяно. В виде большая ферма. Здесь такая местность равнина, да. Поэтому здесь очень много полей, ферм. Вот видите, сколько тракторов. И что хочу сказать. Что я, например, не уверена, что все это принадлежит латвийским фермерам. Сейчас я приеду к людям, которые работают в сельском хозяйстве. И они мне все расскажут. Кто владеет латвийскими полями, фермами. Вот видите, какая здесь красивая ферма. Здесь все ухожено. Запашок такой. Есть, но не очень. Так что вся эта информация еще впереди. Я человек не сведущий в этом деле. Здесь необъемные поля. Горизонт там очень далеко-далеко. Видите? А там вообще ферма, вижу, тоже далеко-далеко. Все это просматривается. Такая вот здесь равнина у нас. Это направление уже к Литве, в сторону Шавляя. Ну, такой самый большой город. Можно в этом направлении ехать и приехать в город Шавляй. Огромные поля. Все засеяно зерновыми. И кукурузой в основном. Была картошка, но мало. Все засеяно здесь. Это поле. Уже еду несколько километров. И засеяно зерновой культурой. Ну что, я въехала в Добыло. Все-таки немножко покажу вам. Может быть, даже и в центр схожу. Так, а мне нужно... Приехала я в центр Добыло. Заехала в супермаркет. Это Ремей вы видели. Цены ужасные. Вообще, к полкам не подойти. Страшно становится. Кое-что купила, конечно. А потом решила подъехать к Максиме. Все-таки там более демократичные цены. Но негде было поставить машину. Представляете? Вся парковка занята. Вот, поэтому я к центру подъехала здесь, слава богу. Нашлось местечко для меня. И вот я сейчас выхожу на главную площадь города Добыло. Здесь очень красиво. Так, значит, Ольга Раецка. Кто помнит такую певицу? 29 июля, 19.00. На эстраде Кестер Межа концерт. Билеты Билише Парадизис Кассы. Хм, я бы, кстати, сходила. Я помню эту певицу. Она очень хорошо поет. Она мне нравилась. Так, ну ладно, гуляем по Добыле. Кулумбочки. В этом году красивые сделали вот эти. Насадили. Я смотрю, так популярны становятся эти цветы. Их везде сажают. На этих кругах, на дороге сажают. Вот эти вот. Они очень красиво выглядят. Такие мелкие соцветия. А сами очень высокие. Так, это колодец. Так, церковь красивая. Мне кажется, даже ее подновили. Разве у него такая была красивая светлая крыша? Хм, не помню. Надо пересмотреть старые видео. Так, ну вот это большая площадь. Очень большая она. Там два кафе. Впереди магазин ЛАЦ. И такие клумбочки. Около скамеек. Пройду к реке. Там очень красиво. Так, погодка разыгралась. Немного потеплело. Иду, глазею, под ноги не смотрю. Здесь что? Что они здесь сидят? Остановка здесь. Понятно. Так, оптика метрополь. Идем дальше. Так, я смотрю, здесь все красиво сделали. По-моему, в прошлом году здесь ремонт был. Сейчас все чистенько. Вот, выложено брусчаткой. Ну, там дальше не очень симпатично. Так, что это за здание такое? Функционирует одежда для всей семьи. Интересно. Наверное, нет. Хотя там стоят какие-то цветы. Хотя, посмотрите, здесь техника продается. Техника, да. Я про техника. Так, вот это красивый домик. Дарзникс. Хозяйственные товары. Ну, и выходим мы к очень красивому месту. Видите, сколько машин стоит? Это тоже такие же, наверное, глазельщики, как и я. Ой, как тут все скосили. Вот там фонтан шикарный, фонтан. И здесь вот такой спуск. Так, на той стороне там река. На той стороне Добельский замок. Но сегодня я туда не пойду, потому что я недавно там была. Пахнет сеном. Дорожка такая извилистая. Ну, фонтан шикарный. Шикарный фонтан. Я сейчас сделаю фотографию. Пошлю своей подруге в Израиль. Мы с ней здесь были. Вернее, здесь не были. Мы были на той стороне у замка. Чтобы она видела, что здесь тоже красиво. Я подойду к реке, объясняю своей подруге из Израиля. Вот видишь, это та страна, на которой мы с тобой не побывали. Потому что у нас уже не было сил. Было очень-очень жарко. И я иду... Ой, что здесь? А, спасибо, что не кормите нас хлебом. Видите, нельзя хлебом кормить голубей. И вот здесь эта дорожка. И теперь я с обратной стороны... С обратной стороны... Что-то у меня язык заплетается. Я иду к замку. Ну, только я к нему, конечно, не подойду. Потому что мой путь... На моем пути будет река. А вот здесь маленькие утятки. Или они уже большие. Но я помню, здесь они всегда плавали. Это одна удочка. А, уже выросли, да? Выросли уже. Ага, выросли. Вот так вот. Вот какие вы уже большие. Ой, как вас много. Ой, они все плывут, думают, что я им что-то дам. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ничего не дам. Ничего у меня нет с собой. Так, и вот продолжаем идти по этой дорожке. Здесь такие скамеечки. Можно посидеть. На утяток полюбовал себя. Думаю, они на берег выйдут. Если их кормить, можно с ними пообщаться. Здесь такие заросли болотные. Ну, место хорошее. Можно вот из такой речки. Небольшой. Речка, кстати, я в прошлом видео неправильно сказала. Она называется не Персе, а Берзе. А вот там уже виднеется этот, эти развалины. Добельские. Добельские развалины. Добельского замка. О, там народ сидит. Вот сегодня, Элла, у нас здесь температура. Вот можно гулять и гулять. А когда мы с тобой были, было, ну, наверное, плюс 30. Мы только в тенечке были способны сидеть с тобой у воды. И вот видишь, те фонтанчики. А вот на той скамеечке, я тебе сейчас ее приближу. Нет, по-моему, не на этой, вот на той. Сейчас я подойду туда. Мы с тобой сидели и любовались этими чудесными видами. Вот здесь есть аренда, лодок, катамаранов, досок, каяков. Можно поразвлекаться. Вот на этой скамеечке мы с тобой сидели. Видишь? И там мы ходили. Было очень жарко и там еще была свадьба. Как мне нравятся кувшинки. Мальчики на рыбалке. Молодцы. Так, надо посмотреть, там рыбка есть. Видите, там есть рыбка. Я, например, вижу. Вот девочки на катамаране сидят в мобильниках. Здорово. Я вот не знала, что здесь можно так развлечься. Прекрасный отдых. Клуба здесь, конечно, очень красивая. Вот эти, посмотрите, какие цветочки. Интересные. Редкие очень. Я не видела такие. И здесь, смотрите, еще георгины насажены будут цвести. Вот эти, конечно, тоже красивые, яркие цветы. А ромашки-то какие. Какие-то тоже интересные сорты. Такие низкие. А здесь еще симпатичное кафе с цветочками. И вот так вот столики вдоль стены. Я сейчас, конечно, заходить не буду. Ну, вот. Покажу вам там столик красивый. А здесь еще магазинчик есть. Так, все, я иду, наверное, в максимум быстренько и уезжаю из Добыла. Больше у меня нет времени, меня уже ждут. Так, здесь... Что здесь? Ну, здесь все уже показала, да? Пойду, наверное, вот так вот ближе будет. Если я так вот пройду мимо церкви, надеюсь, что пройду. Ого, иду по дороге. Вот здесь красиво, когда вот выложено такой плиткой. ЛМТ. Телефоны. Так, иду мимо церкви. Показываю. Видите, как красиво выглядит на фоне голубого неба. Добельская, евангелистическая, лютеранская церковь. Ой, сколько у них тут роз. Посмотрите, что творится, что творится. Что творится. Нет, тут надо себя как-то зафиксировать, запечатлеть. Так, пока на светофоре стою, покажу с этой стороны, видите, церквушка видна, вот это, шпиль, и здесь такая красивая клумба. А впереди снова Римии супермаркет. Так, и снова красивый вид развалин Добельского замка и красивый мост. Здесь тоже фонтан. Вот, Элина, мы здесь с тобой ехали. Помнишь? около этих развалин красивых. Здесь мы с тобой машину ставили, здесь парковка, ну, а я сегодня еду дальше. Ну, кстати, дальше мы тоже ехали, мы с тобой ездили в этот сказочный лес ты помнишь. Так что здесь уже для тебя ничего нового нет. Так, и еще, Элина, смотри, вот мы с тобой прямо поехали, да, прямо дорога, мы в этот сказочный лес с тобой ехали, но сейчас я поверну направо. Вот здесь мы тоже с тобой были, чтобы ты вспомнила вот в этом месте. Так, а я направо вот сюда. Да.